С вами канал Учебник Слух. География, 9 класс. Тема урока Европейский Юг. Общие сведения. Название этого района не вызывает сомнений в том, где он находится. В его состав входят Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Республика Крым, Республика Северная Осетия, Алания, Чеченская республика и город федерального значения Севастополь. Площадь района составляет 382,1 тысяч квадратных километров, что составляет 2,2 процента площади страны. Сочетание прекрасного климата, замечательных по красоте и разнообразию ландшафтов и богатых природных ресурсов сформировали особый облик европейского юга и определили его особую роль в хозяйстве страны. В одном старом фильме эта роль характеризовалась такими словами Это и житница, и здравница, и кузница. Европейский юг был заселен с глубокой древности. Он находился на пути многих народов, переселявшихся в эти места с востока и юга Евразии. Неоднократно он подвергался и нашествию завоевателей. В средние века через него проходил важный торговый путь, связывающий восток и запад материка. Великий шелковый путь. Первые славянские поселения здесь появились еще во времена Киевской Руси в XII веке, когда на берегах Азовского моря существовало Тмутараканское княжество. Однако широкое проникновение в сторону Кавказских гор началось с XIV века, когда Прикавказские степи заселились казаками. Особенно активно процесс пошел после присоединения к России Астраханского ханства. После этого казачьи станицы появляются в предгорьях Кавказа на Тереке. К середине XVIII столетия основаны Ростов-на-Дону и Таганрог, ставшие первыми российскими портами в Азово-Черноморском бассейне. В конце XVIII века в результате русско-турецких войн в состав российского государства вошел Крым, что способствовало хозяйственному освоению степей полуострова и развитию черноморской торговли. Для укрепления южных рубежей страны в удобной бухте был основан город-порт Севастополь, где с тех пор базируется Черноморский флот России. Интересно, что Севастополь, ставший городом русской военной славы, расположен на месте, где находился древнегреческий город Херсонес, в котором в 988 году князь Киевской Руси Владимир принял христианство. Долгое время развитие Северного Кавказа сдерживалось кавказскими войнами. С их окончанием с конца XIX и особенно в начале XX века усилился поток переселенцев на Кавказ, из других губерний России. С этого времени Европейский юг превращается в крупный сельскохозяйственный район зерновой специализацией. Еще в XVIII веке были открыты залежи угля Донецкого бассейна. С началом его освоения в XIX веке растет промышленное значение Европейского юга. Здесь строятся металлургические заводы и тем самым создаются условия для развития металлоемкого машиностроения. В XIX веке в районе Кавказских минеральных вод появились первые курорты, на которых поправляли здоровье участники Кавказской войны. Как это происходило, описано Лермонтовым в «Герои нашего времени». В конце XIX века стали использоваться целебные грязи Крымских озер, а южный берег Крыма стал местом для лечения людей с заболеваниями легких. В начале XX века в моду начал входить приморский отдых. К старым курортам добавились новые. Уже в 1925 году стал принимать детей на отдых пиамирский лагерь Артек в Крыму, ставший вскоре всемирно известным. А в середине XX века началось использование для отдыха в высокогорной части Кавказа. Здесь появились крупнейшие в стране горнолыжные курорты. Европейский юг – самый южный регион России. Здесь находится крайняя южная точка страны. Южное положение многое определяет в природе и хозяйственной специализации региона. Жаркий мягкий климат делает условия проживания в этом районе весьма комфортными для человека. И, конечно, такой климат дает возможность развиваться многим отраслям сельского хозяйства, в том числе и таким, которые невозможны в других частях страны. Еще одним важным элементом является приморское положение региона. Европейский юг выходит к берегам двух морей – Азовского и Черного. Оба эти моря полностью не замерзают зимой. В Азовском море лед появляется только в северной части. Поэтому здесь находится несколько круглогодично действующих портов, обеспечивающих торговые, военные и другие интересы России. Не следует забывать и о Каспийском море. Конечно, это не выход в мировой океан. Однако на берегах этого огромного моря-озера расположены государства, с которыми у России давно налажены экономические связи. И, наконец, важный пункт в характеристике географического положения Европейского юга – это его пограничное положение. Регион граничит с несколькими странами, бывшими республиками в составе СССР, отношения с которыми не очень стабильны. Природу Европейского юга определяют два главных фактора – рельеф и климат. В рельефе территории можно четко выделить две части – равнинную и горную. Большая часть территории – это плоские равнины и редкие возвышенности. Пейзаж довольно однообразный. А вот горы разные. Кавказские горы – самый высокогорный район нашей страны. Правда, в пределах России находится только Большой Кавказ – северный склон этого могучего горного хребта. Именно здесь находится высшая точка страны – Эльбрус. Крымские же горы невысокие, однако они играют роль барьера, ослабляющего влияние холодных зимних ветров, благодаря чему на южном берегу Крыма, сформировались особые климатические условия, близкие к субтропическим. Такое же положение существует и на Черноморском побережье Кавказа. Здесь роль барьера играют западные отроги Кавказских гор. За пределами этих узких прибрежных полос наблюдается климат, свойственный южной части умеренного пояса. Зимы здесь мягкие и малоснежные, а лето длинное, жаркое и сухое. При небольшом количестве осадков и высокой испаряемости увлажнение территории недостаточное. Все это, конечно, касается равнинной части региона. Для климата гор, особенно кавказских, характерно и большое количество осадков и суровость климата. Крупных рек в регионе мало, особенно в Крыму. На Кавказе же тающие летом ледники дают начало множеству малых рек. Сливаясь, они образуют две главные реки региона – Кубань и Терек. Хотя они берут начало сравнительно недалеко друг от друга, но текут вдоль Кавказского хребта в разные стороны и впадают в разные водоемы. В горах выделяются высотные пояса. Правда, в Крымских горах, в силу их небольшой высоты, этих поясов немного, зато на Кавказе представлен полный их набор. У подножий произрастают широколиственные дубово-буковые леса. Выше древесная растительность сменяется субальпийскими и альпийскими лугами, которые используются для выпаса скота. Примерно на высоте 3000 метров луга уступают место горным тундрам. А еще выше начинается пояс голых скал, вечных снегов и льдов. Повторим главное. Регион занимает крайний юг европейской части страны, территорию, лежащую между Черным, Азовским и Каспийским морями. Это во многом определяет природу и хозяйство региона. Состав региона – Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика, Республика Крым, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Ингушетия, Чеченская республика, Республика Дагестан и город федерального значения Севастополь. На южном берегу Крыма и Черноморском побережье Кавказа сформировались климатические условия, близкие к субтропическим.